итак ребятки всем привет вы на канале бурран гараж 35 это очередной бложек занялся снегоходом но опять у нас проблема проблема у нас вот такого плана сейчас я возьму что-нибудь ровненько на подобие профиля сейчас тренем примерно прикинем ну да примерно ровный чтобы вам было да то есть профиль у нас примерно ровненький примерно ровненький хотел поставить гусеницы на этот беда заключается в том что беда то заключаться в том что снегоход покрашен покрашен раптором вот здесь здесь яма и с той стороны яма и яма у нас вот здесь еще и соответственно вот это крепление вот вот видно вот так вот видно что здесь зазор а должно быть так здесь зазор вот это крепление тоже маленько изогнута но тут ничего страшного в этом нету тут миллиметров без зазора и с этой стороны без зазора то есть крепление но отверстия должны быть на одном уровне здесь у нас получается переднюю немножко изогнута вот видите середина прилегает а низ допустим середина низ прилегает а сверху у нас получилось ну миллиметра миллиметра 4 здесь же так вверх и низ у нас прилегает вверх и низ прилегает здесь у нас получилось мизинец вот лезет где-то около в районе сантиметра в районе сантиметра то есть этот буран когда-то получил хорошего гибко хорошего гибко и соответственно среднюю тележку выгнула и если вот так вот прикинуть то тележка ушла еще миллиметров то есть снизу она плотно прилегает сверху плотно прилегает а в середине у нас не хватает камера вами скажет но миллиметров миллиметров пять то есть крепление у нас увело назад и вверх ну соответственно вот этот пилик он вареный видно что кто-то его тут варил то есть была трещина но выгнуть его не выгнули выгнуть его не выгнули и поэтому в чем в чем суть до из-за чего это дело надо все делать тележки будут если блин как вам показать показать возьму шпильку хватить и покажу то есть если вставить шпильку на 8 . восьмерочка да вот так держится то блин телефон не так не показывает хорошо как это видно в живую ну вот если отсюда смотреть если бы вторую вставить парнем то получается как бы шпилька она телефон искажает это я вам честно сказать ну давайте вот так вот так чтобы это видим было гораздо лучше так но все равно на телефоне это все смотрится не так как живую но видно да что это все дело стоит криво соответственно нижняя тележка будет тоже так криво стоять соответственно если ось так стоит то и сами колесики как бы относительно гусеницы да ну если взять колесо взять тележку до возьмем телегу возьмем гусеницу возьмем гусеницу поставим на ее тележку и это выглядит примерно вот так то есть тележка относительно гусениц то есть не сама тележка имею ввиду колеса относительно оси вращения гусеницы они стоят по оси вращения гусеницы в этом же варианте искажали да то есть тележка будет стоять вот немножко но это я грубо повернул но она вот стоять вот как бы под углом что происходит гусеницам гусеницы направление вращения не изменилось да а у колеса получается чтобы ему крутиться его будет постоянно как бы гусеницей резина обрезину его будут постоянно выгибать но будет выгибать не колесо а будет колесо выгибать гусеницу так как пролет гусеницы больше у гусеницы две точки опоры это задняя к примеру да и там передняя и тележка как раз находится посередине то есть средняя телега и в этом месте телега будет стараться как бы колесами колесами сдвигать гусеницу в сторону это раз и и получается так как среднее крепление у нас продавлено в среднее крепление продавлено вглубь туда вовнутрь а крайнее крепление крайнее крепление сюда и соответственно нижнее сюда то тележка еще встанет относительно то есть она встанет если горизонт это она встанет вот под таким углом 1 и другая соответственно вот так ну как бы вот таким в дугу станут тележки и и этим они будут стараться как бы тянуть гусеницу тоже но это будет я не знаю тут блин на прикидывать смотреть как это будет они будут короче или гусеницы обе гусеницы стараться как бы от колес уехать в наружу или наоборот внутрь съехаться рамы то есть к чему я может долго выражал кто там может это уже даже видео выключил блять какой-то скажу дебил блять пытается что-то объяснить объяснить не может то есть этим самым парни я хочу сказать что не получится скорее всего но я не знаю это на все проверять собирать но я думаю мое мнение думаю что вот из-за этого то есть если тележки стоят криво гусеницы будет не от центровать то есть они будут постоянно съебывать куда-то или в правую сторону или в левую сторону ну соответственно куда и будут как бы направлять колесики телег туда не будут как бы съебывать то есть будет жрать окна окна у гусеницы они настроить это будет значит почему когда ты настраиваешь гусеницы до центруешь или настраиваешь натяжку гусениц ты соответственно снегоход вывешиваешь это надо делать на вывешенном снегоходе и у тебя средняя телега она не касается гусеницы то есть она не работает пока ты натягиваешь гусеницы ты натянул все центровал я все чётенько все красиво опускать снегоход поехал а у тебя жрет край гусеницы вот вот эта проблема будет сто процентов то есть эти тележки стоявши как бы криво то есть они будут стоять да ну если гусеница они немножко бочек бочком и тогда соответственно они будут стараться как бы уехать уехать то есть у гусеница вас идет вот так вот а тележка на раз и в бок она едет вот поэтому поэтому опять сидела встала и нифига думал сегодня пораньше приехал время сейчас 8 утра приехал в 6 утра думаем блин андрюша проснулся рано поеду думаю поработай блять сейчас соберу эту чахотку и опять у нас опять стало дело на звонить хозяину почему я не делаю был бы они покрашены как как эта помойка или как вот этот не как бы то есть не покрашены вы был я бы даже не этот самый низ никого спрашивать не стал я бы вычиню и все то есть вычиню убрал бы это соответственно потом только попросил с клиента денег за ремонт вот но думаю раз уж ты пригнал снегоход на ремонт то никто бы мне даже слова не сказал что я сделал сделал правильно как оно должно быть вот почему вот это не вычинили почему вот это не убрали до покраски вот это мне непонятно ну то есть как бы вот это непонятно неохота портить то есть если хозяин сейчас скажет что нет ничего не на трогать пусть как будет то я соберу как есть то есть тут уже ко мне претензий никаких не не должно быть то есть я сказал я предупредил ну соответственно я себя все ответственно снимаю а если клиент скажет что делаем вы чине вам то соответственно будем делать все вычиним и соответственно не раптором но покрасим потом грунтовочка и еще и под этот под эмаль загоним вот как то так дальше по туда снимаю туда по ведущим валом обязательно блин не знаю как не знаю показать как вот так вот да вроде бы ровно к старым зажал галечку чтобы просто вал сюда не уходил здесь он лежит на опоре это два подшипника вращаться да и на месте где у нас должен сидеть подшипник перед тем как это опять же к центровке гусениц то есть если у вас не получается центровать гусеницы они постоянно куда это то есть один раз вы центруете у вас она уходит вправо другой раз центруете она уходит вас влево проблема в этом проблема может быть в ведущих валах ведущие волы они у нас так скажем ну бывают гнуты было даже новые ведущие волы как бы покупаешь и они кривые кривая не почему сам вал да он проточен то есть он на станке проточен это нормально то есть он кривым принципе не должен быть и именно чтобы сам вал кривой был за мою практику я такого не встречал чтобы вал изогнуть это надо я не знаю бетонную стену уебаться им вот а вот именно звезды бухат вообще пацаны они вот такие вот бывают и соответственно если звезды такие то есть обе звезды до когда вращаешь она вот здесь тоже звезда восьмеркой немножко это они немножко восьмеря вот такая восьмерка это ничего страшного а когда восьмерка там вот такая вот уже ну то есть звезда ходит я видал такие волы ну примерно до сантиметра где-то звезда вот так ходит восьмеркой вы никогда в жизни не центруете гусеницы то есть они у вас один как я и сказал один раз вы центруете они уходят вправо другой раз они уходят влево и так это будет то есть просто голову сломаете себе и не поймете вроде все делаете как надо все правильно делаете центруете натягиваете но все равно жрет гусеницы все то есть вот вся проблема в этом так это один был это второй подождите тут тоже немножко восьмеряда не но вот эта восьмерка это уже фигня вот это ведущие волы и также у нас есть ведомые волы на ведомых волях точно такая же история то есть даже если ведомые волы вы покупаете новые обязательно парни проверьте их вот чтобы звезды шли ровно потому что ну так я и сказал немножко не досказал мысль да вал он проточены был проточены он относительно как бы ровный а вот эта чашка и вот эта чашка она соответственно здесь приварена вот свой нашел да то есть она может приварена быть она здесь то ее выровняли а вот это то место она может как бы но от сварки его немножко увести она вот таким если приглядеться да ну так поставлю видите она тоже имеет восьмерочку но это небольшая восьмерка бывает гораздо хуже вот гораздо хуже вот с такой маленькой восьмерка ничего страшного это вся фигня второе почему надо убирать вот этот вот эту восьмерку это будет вот эта восьмерка на звездах она будет давать гу на гусеницах то есть даже если у вас подшипники все хорошие то есть она гусеницы будут сильно будить вот из-за этих восьмерок ну и соответственно если есть восьмерка это есть соответственно есть дисбаланс дисбаланс будет убивать быстро подшипники то есть подшипники вышли из хода снова же опять же все загудел будет будет вот как-то так ждем сейчас уже восемь утра сейчас надо будет позвонить хозяину данного агрегата спросить спросить разрешение на корчевание и он и новые покрашенные рамы и будем делать но я думаю что хозяин согласится потому что и уже если начал делать все хорошо то и надо сделать все хорошо правильно вот а я пока ну сейчас 8 утра конечно не буду ему звонить это слишком рано так скажем меня могут выругать за то что я так рано разбудил человека вот поэтому немножко подожду и пока что займусь вот они сальнички которые я ждал сальники приводных валов это на заводские сальники это не рт это фирма кок и сальники не могу распечатать фирма кок сальник идет точно он точно такой же формы как и арт такие сальнички с внутренней стороны у него идет маркировка кок и сальник у нас идет внутренний диаметр 24 внешний диаметр 52 и 5 и 52 и 5 на 50 дробь 54 и на 9 миллиметров толщиной то есть получается внутренний диаметр 24 миллиметра потом у сальника идет как и у артишного бортик вот такой вот окантовка на 54 миллиметра и сам сальник вот наружный диаметр большой у нас 52 и 5 и соответственно ширина 9 миллиметров этот сальник уже как бы ну более плотный такой более плотный ну и более добротно выполнен по сравнению с говно сальниками по сравнению с больным сгонно сальниками и артишными и это сальники скорее всего не ярки вообще подделка яртишные сальники никудышны по сравнению с этими этими эти нормально ходят и устанавливаются штатно на снегоход и рт сам ну и рт завод давно уже отказался от них и стоит именно кокс поэтому эти сальники идут заводской упаковочке ну и все заводские детальки идут вот такой парни упаковки то есть если вы покупаете деталь вам ее продают как заводскую и она идет без упаковки это не заводская деталь как-то вот так все подготавливал и звоню звоню клиенту но если одобрит покажу что сделал что мы получили добро на совершенный сайт извращение над этой рамы и получилось так что изначально парня хотел сделать по простому пути я вырезал вот такое окошечко вырезала кошечка зал палочку заколотил ее вот туда вот так в принципе я все выровнял у меня все идеально выходила оставалось совсем чуть-чуть соответственно сюда в ухо вставлен болт за болт была привязана струбцина это все дело струбцина вот так вот было то есть вот в это место вставлена вот такая палочка и струбцина как бы получалось тянула не то что именно туда вот тогда она тянула наискосок все хорошо было не хватало мне не хватало буквально 3 миллиметров а так как струбцина натянута была сильно сильно натянута была я попробовал стукнул попробовал стукнул сюда молотком не пошло я взял молоток побольше стукнул все получилось вот в этом месте вот в этом месте сложился пилик то есть у меня крепление ушло туда очень сильно но это все произошло из-за того что было натянута струбцина ну вот то есть перегнул и пришлось пришлось полностью все отрезать отрезать это крепление выставить его как на то есть с той стороны у меня еще только на прихват на двух прихватках стоит и все то есть вырезал выставил как на прихватил и уже с этой стороны полуавтоматом приварил заплатку шубчики все красивенько аккуратненько даже ничего чистить не буду среди она то есть здесь покраситься это отверстие тоже сделано заплаты ставлю из двойки вот такое говно не буду сюда лепить кусок с нахлёстом сюда сантиметра 2 вырежу тоже новый и инсталирую его туда сейчас все сделать да да делаю и уже покажу конечный результат ну так все уже покрашена до а дырка заварилась то есть вот такой ремонт получилось вроде бы нормально снизу снизу все то же самое все вычинилось все сейчас буду ставить гусеницы поставлю гусянки и вот парни еще кто ремонтирует да почему коробку коробка у меня разобрана просто там верхняя крышка накрыта чтобы волы не вывалились туда пока ремонтировал пару раз стукнула да и звездочка упала вот так сюда съехала соответственно там где-то валяться цепочка цепочка сто процентов упала тоже на один бок если после какого-нибудь ремонта там постучали да и на и будете ставить обратно волы то есть если волы были оба выняты то обратите внимание на цепочку обязательно потому что можно поставить так что цепочка у нас двухрядная цепочка она на звездочку попадет только на один ряд и в таком варианте если вы поставите то цепочку оборвет ну из гаража не успеете отъехать километров ну сто километров сто процентов не проедете километров 30 а если с нагрузкой за следующей сарайкой вас и цепочку оборвет как то так то есть внимательно обратите внимание на это то есть цепочка вот звездочка да и цепь как бы получается на сядет на звезду только одним рядом и все и она будет с большим перекосом из-за большого перекоса как бы и порвет ее порвет уже верхними верхними звездочками маленькими и так парни тот уже собран готов стоит и и этот поставили уже на гусеницы то есть блин забыл вам хотел показать то есть тут коробочку в собрали которая это снегоход который у которого хрустела коробка и кончилось кончились все передачи собрали коробку поставили трех рядку и соответственно вот поставили тормоз старого со должен тормоз вот здесь стоит этот диск даже ставить не стоит отсюда снял мотор потому что потому что потому что первая причина это у нас во первых сальник со стороны со стороны зажигания пропускает со стороны со стороны этого вариатора ну так 50 на 50 даже не 50 50 где-то 80 процентов уверенности было что они пропускают потому что текли еще прокладки выхлопного коллектора с этой стороны сто процентов видно было были потеки вот потом здесь в головке сделан вертыш и вертыш выкрутился вместе со свечой а по сути дела должно быть сделано то есть когда его делали его не расклепали внутри то есть вертыш со свечкой не должен выкручиваться должна свечка из вертыша выкручивать вот и сейчас это вообще был шок для меня но как бы я созвонился с хозяином и как бы решили все равно вскрывать что делать я купил вертыша да то есть купил вертыш думал вертыш сделаю но созвонился с хозяином и приняли решение у меня есть как бы головочка буш на на более-менее нормальном состоянии головочка есть и поставить просто заменить головку все равно его вскрывать как бы дает чтобы вертыш там его расклепать вот снял выходной коллектор и тут пацаны вообще просто офигенная тема видно да что там блять куска поршня нет ну я не знаю видно да вот так видно тут нету это получается у нас правый цилиндр и на левом цилиндре блять его нету просто выломило а все из-за того что поршни поставлены наоборот потому что стыки поршневых колец сейчас я вам разберу не покажу сейчас перед этим блять позвоню хозяину и ну огорчу его можно так сказать это вообще шок а так вот если в его не вскрывать они привезли его и сказали плохо работа от мотор да понятно дело плохо работает тут нечем работать для там компрессии на хуй на нем не было меня не проверял но уверен в этом потому что кусков поршней не зум